Ребята вот и наступила золотая осень приветствуем вас на канале нашей грибной банды сегодня выходной день и мы решили опять же съездить на восток области правда есть маленькие трудности сегодня открытие охоты на пар на копытного насколько я знаю звонил знакомым охотникам загоны сегодня будут в районе пограничного загон будет в районе должанского ребята открывают охоту экипажи уехали еще вчера а мы сейчас приехали на южное окончание мичуринского леса есть знакомые бугорки пойдемте погуляем проверим может что-то и появилось сожалению в природе все-таки что-то происходит изменение климата на лицо август в этом году был самый холодный за всю историю метеонаблюдения в нашем регионе обычно мы собираем благородный гриб где-то до конца октября неизвестно в этом году он будет или не будет и и поэтому первый гриб который нас встретил в этом лесу это ежовик желтый ежовик очень вкусный гриб с игольчатым геминофором берете его счищаете жарите и вы попробуйте что он на самом деле вкусный я про это неоднократно говорил незаслуженно обиженный гриб достаточно вкусен рекомендую попробовать если вы еще не пробовали как то так довольно таки симпатичный гриб и если благородное обычно собираем до конца октября всякие соленюшки плюс маслята обычно этот гриб мы где-то до конца ноября в двадцатых числах не ноября из года в год мы делаем закрытие ну пока вот попадается вот подосиновики большие подосиновики но тем не менее он вот такой вот чистенький уже лопнувший ну как бы большой подосиновик но все-таки есть собственно наша цель сегодня проверить лес на наличие молодого будет ли вторая волна гриба вот что самое интересное получится ли найти вообще молодой или же сезон уже как бы закрывается лес засыпает я проверим пройдем дальше мы только начинаем пока то что попадается это как бы такой большой большой старый гриб вот это даже он черный его не стоит брать ну рядом вот такая кучка ежовика симпатичного замаскировалась листва к сожалению ночами холодно листва очень быстро облетает скоро его невозможно будет найти вот смотрите какой симпатичный красивый гриб и советую все таки попробуйте вам понравится вышли на преддверие бугров и уже пошла по суше стало и пошла рядовочка дымчатая правда листва ну да сильно как бы закрывает но рядовка идет дорожками ее как бы более менее видно вот она такая чуть-чуть слегка подмороженная уже попадается ну сегодня ночью было плюс шесть всего лишь гриб есть можно пособирать походим в противном случае просто поменяем лес при желании на мариновку можно набрать очень очень много круги 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 и вот дошли до бугров и нас сразу на входе встретил первый беленький большой ват конечно сейчас посмотрим упругая ножка дырок нету он старенький но если срезать вот этот геминофор срезать на сушку его использовать можно вот такой вот беленький такой симпатичный беленький большеват конечно но сейчас срабатывает принцип не до жиру хотя бы на сушку но надо набрать а вот и вполне здоровский подосинович попался вот так он чистенький обалденный хороший чистый поздний подосинович ребята кстати смотрите видео на конца в этом видео я вам все расскажу по поводу закрытие сезона если вы хотите попасть конечно будет весело поверьте такой симпатичный грибок а рядом еще вот такой вот собрат вот такой симпатичный стоит это уже радует а то на входе было какое-то разочарование легкого вот смотрите какой хороший бодренький довольно таки подосиновичек ну что ж ребятки а ведь гриб то есть подосиновик попадается все чаще и чаще причем смотрите какой бодрый вот такой вот обалденный он красивый вот такой вот сейчас ножичку чуть-чуть подрихтуем обрежем и вот он чистенький как попа младенца очень хороший гриб очень красивый очень бодрый вы знаете это внушает определенной надежды местами подосиной даже идет кучками небольшими но кучками много старого переросшего но выбрать можно красавцы определенно радует даже сами не ожидали здоровские такие по нынешним временам это же так здорово пусть они не молоденькие как солдатики но они же здоровские конечно это не белый гриб но вот такой вот красавец и причем идет довольно таки небольшими кучками блин блинский оговорился большими кучками вот тут вот он смотрите смотрите красавцы-то какие упругие жалко маленьких нету но тем не менее это же гриб крепышики такие вот смотрите и абсолютно чистенькие чистенькие как-то шел слой подосиновика у них ножку срезаешь ножка была чистая а гиминофор черный разряжаешь в шляпке уже червяк маяки чистые идут искусство мимикрии вот попробуй такой разгляди на общем-то фоне вообще сливается смотрите ребята какой бодренький поляк попался чистенький польский белый или маховик каштановый или панский гриб вот такой бодренький это классненько обратите внимание у него одна из отличительных черт на гиминофор когда нажимаешь он начинает синеть вот как-то так на фоне опавшей листвы их почти не видно но они вот такие вот красавцы их ребят много даже сами не ожидали их много они четкие они чистенькие они бодренькие вот это сюрприз от лешего и наконец-то нашли первого вот такого симпатичного конопарика обалденный здоровский гриб и все-таки ребята на зоне чернолистника под осиной к гораздо больше чернолистник это такие участки леса где преобладает осина и когда она падает вот покров получается черный такой и вот они вот такие стоят бодрые такие красивые и самое главное я даже не ожидал мы в лесу где-то три часа вот смотрите какой бодрый четкий в лесу то всего три часа у нас сегодня еще запланирован еще один лес еще один лес и вот на данный момент ну вот у меня лет ведро наша фирменная 22 литра ну вот литров 19-20 я наверное набрал под осиновика у девчонок ничуть не хуже результат собственно я в шоке ребята поймите правильно быть на востоке области и не посетить верхний неманский лес это сродни какому-то кощунству поэтому мы снялись и передвигаемся посмотрим что нам принесет верхний неманский а вот мы и в самом любимом лесу нашей области верхний неманский лес стоило только зайти и вот он первый подосиновик пусть он большой пусть он такой старенький подозреваю но это подосиновик старенький его не стоит брать но он уже обрадовал будем посмотреть что в этом лесу мухомор как красиво смотрится красавица такой стоит осень как же здорово в лесу воздух настолько чистый запахи и тишина надеюсь сегодня с охотниками мы не пересечемся ну вот а говорят после воздвижения змеи засыпают смотри какую какая зараза зашипела интересно что это кто знает подходить ближе не буду конечно я ее попробую на увеличение что это за зараза шипит можете сказать я бы не сказал что она слишком большая но вот такая настороженная какая то что это что бы не быть настороженным я пришел к ней домой ну обойдем ее пусть лежит пусть лежит мы уходим ребята кто может ответить в комментариях что это за смейка интересно просто она как хозяйка медной горы ребята смотрите будьте осторожны я сейчас встретил змею обалдеть поворот а говорят что воздвижение и они ложатся спать и вот он первый красавец масленок первый в этом лесу сейчас проверим его посмотрим да он большеват да он но он чистенький видите какой хороший в лес заезжали не оцепление ничего не было надеюсь с охотниками мы не пересекемся сегодня извините поправлюсь не пересечемся так будет правильней маслятки зимние они поздние вот он блин какой он классный обалденно хорошие вот они классные как ни странно попалась такая россыпь лисичек классных таких вот лисичек дорожками ну здорово вот и знаменитые зеленушки многие за ним за ними ездят на косу ну тут их можно набрать свободно довольно таки много вот они такие вот четенькие они вылазят ну самое сложное в зеленушках это очистить их от песка да разнообразие гриба тут больше радует тут же напротив рядовка серая иду по пожарной полосе и что-то задумался почему-то в этом году мне везет на встрече со всевозможными змеями со всякими прям смыкающимися буквально через выезд недавно совсем с черной гадюкой повстречался до этого было с серой гадюкой что-то их много развелось или я слишком часто езжу ландшафты верхней неманского нет все-таки не зря мы его назвали самым красивым лесом области здоровский лес маслятки летние чуть-чуть переросшие ну наверное можно что-то выбрать червивый червивый те даже смотреть не буду я смотрю где-то снизу кричали у нас кто-то заблудился я по дороге снизу кричали а вот и знаменитый еще не раскрывшийся зонтик вот такой он стоит четкий недавно только вылез еще песочек а вот и купалку нашли ванну вернее я нашел кабанячью причем кабан ушел совсем недавно на улице солнце стоит достаточно тепло а вот тут вот он отряхивался еще не высохло ничего может быть я его только-только поднял потому что оно все сырое он ну недавно совсем недавно он отсюда ушел надо тогда наверное и мне отсюда уходить все-таки лес обалденно красивый не перестаю восхищаться этим лесом какой же он здоровский но время от времени вот именно поздний масленок попадается такой вот хороший блин масленок от летнего отличается цветом шкурки и вот они будут у нас идти до начала декабря по крайней мере в прошлом году мы собирали крайний выезд был 22 ноября больше мы за ним не ездили вот они смотрите вот они видите кнопики какие кнопики вот они они с нокоть с нокоть еще но они дорожками им еще надо время дать постоять тут ко всему еще четенький подберезовичек попался вот вот такой красавец замаскировался целенький отличный подберезовик теперь ребятам обещанные подсказки 20 или 27 ноября сего года мы планируем провести официально закрытие грибного сезона 2021 если вы хотите к нам присоединиться оставляйте комментарии под данным видео после того как оставите комментарии переходите в вк по ссылке закрепленной в описании к видео пишите администрации и вы встретите вместе с нами закрытие сезона планируется живая музыка планируется куча всевозможных развлечений планируется награждение по версии нашей группы и будет много-много вкусностей разностей должно быть интересно присоединяйтесь коментарий под данным видео обязателен ребятам даже попался боровичок самый настоящий боровичок вот такой симпопулька правда его чуть-чуть погрызли его чуть-чуть погрызли погрызли да подпорченный нет отличный отличный вот такой вот боровик верхний неманском они попадаются ну только их мало вот такой вот можно сказать с боем отвоевал красивый конечно красивый ребята когда выкручиваете не забывайте после себя восстанавливать покров тут заметил одну странность подскажите просветите может я что-то не знаю смотрите обратил внимание на наличие вот таких вот как бы сказать своеобразных вулканчиков причем с дыркой внутри подозревая дырка внутри это кто-то выбрасывал чистил свою норку а кто это может делать просто даже первый раз с этим столкнулся заинтересовало червяк ну теоретически не думаю что он это делает интересно причем вот этих норок их довольно таки много вот вот они вот такие нарыты кто это может делать мышь ну да мышь чистит но мы что извините по диаметру гораздо больше тут диаметр где-то ну меньше сигареты кто мог понаделать вот таких вот строений пирамид таких не подскажите в комментариях буду очень благодарен просто даже и заинтересовало честное слово интересно вот такой вот красавчик оп ахаш хрустит вот такой вот вот такой вот классенький и вот по пожарной полосе вот такой карапуз попался красивый красивый польский белый вот такой вот смотрите чистенький маленький аккуратненький красивый грибочек очень очень красивый грибочек с заключением по двум лесам ребята на данный момент на сегодняшнее число начало октября у нас получается солянушки всевозможной набрать можно сколько угодно благородный гриб есть только в Мичуринском лесу в Верхненеманском есть чуть-чуть масляток есть чуть-чуть белых единичный под осиновой переростки есть опятки ну и всевозможные еще раз повторюсь солянушки надо чуть-чуть подождать лес сухой в основной массе или большие или большие потрепанные поеденные или еще маленькие ну вот тут вот слезнячок их погрыз оставим ему доедать тем не менее результатом сегодня мы более чем довольны по крайней мере я очень доволен даже не ожидал для межсезонья это круто думаю девчонки тоже они набрали не меньше уж поверьте мне согласитесь лучший день на грибалке в компании друзей чем день на работе шучу конечно но в каждой шутке есть доля правды на этом ребята будем мы наверное заканчивать время три часа все обратной дороги два с половиной часа спасибо всем что смотрите нас присоединяйтесь к нашей грибной банде участвуйте в закрытии сезона мы только рады новым участникам задавайте нам вопросы мы постараемся на них ответить заранее всем спасибо мира и добра вашему дому